здравствуйте дорогие друзья посмотрите одна недельная глава рассказывала мире создание планет земли все здесь же разговора мешкане идет бесконечное количество уже сколько 3 или 4 3 глава еще продолжается с чем это связано не может же человек самая мудрая книга самая великая книга поколений и так много внимания уделяет вот этого мешкану надо же заинтересоваться нам почему то есть и мы должны сосредоточиться здесь почему написано потому что главная цель книги под названием тора ну книга это так знаете это мудрости под названием тора это помочь человеку построить его внутренний мешкан вот тут вот тут мешка внутри который у него находится и который в конце жизни будет подводить итог люди подсознательно иногда это понимают иногда нет но обратите внимание вот какое обращение на иврите люди машинка машинка что такое машинка знаете в израиле кто был все знают как твой мир умные люди нас просили как твой мир что у тебя с построением твоего мира как куда ты идешь какое направление движения да вот эти вот идеальные высоты которые нам описывают яков авраам и так далее да может быть мы не сможем их достигнуть но идти направление движения вот что для нас нужно люди с другой стороны занимаются в основном другим они видят что им что-то не достает не 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 додают да всего кому кому там здоровья кому любви кому денег все на самом деле работать надо в другом направлении надо строить и так вот мы пришли к тому что все-таки строить мешкан бог говорит самое главное уделять этому большое внимание построить храм внутри себя для того чтобы строить нужны минимальные вещи очень все просто во первых нужен но чертеж план да у тебя дорогой человек я себя также спрашиваю как любого другого есть у тебя план хотя бы на какой-то короткий промежуток времени там на год как ты собираешься помочь своей душе я буду заниматься столько-то я сделаю этот план без плана же нельзя ничего построить любой человек понимает фундамент на ком фундаменте строится будет здание вот этой души есть этот фундамент хоть что-нибудь за что зацепиться вот поставить камень от него пойдет кто-то должен считать что у него там шаббат он умеет соблюдать кто-то там хорошее дело делать неважно какой-то фундамент должен должен обязательно быть и что еще хотя бы нужно стройматериалы стройматериал из чего я буду строить из каких своих вот деяний из какого времени потраченного на духовность я буду строить вот этот внутренний храм надо разобраться в своих возможностях обратите внимание нам объясняли все это мудрецы что бог создал человека не в статике а в состоянии движения он взял душу такой чистый интеллект и понимание и завернул ее в слои материальности и человек подсознательно он понимает любой человек что что то там есть он чувствует какая то понимает что не все заканчивается здесь и не все он это понимает но все это находится под таким слоем материальности внутри физического тела что для того чтобы прорваться вот этой духовности нужно что нужно упражнять свои духовные мышцы точно так же как упражнять физически если тебе надо чеку нужно тренировать молитву да каждый день надо обращаться к богу пытаться с ним наладить через молитву какой-то контакт поговорить с ним как разговариваешься с близким человеком вдвоем не надо никто больше не нужен нужно как-то понимать или тренировать себе понимание полной зависимости от него потому что многие делали опору кто на деньги кто на здоровье кто на связи кто на ну и что дальше и обычно это заканчивается одним и тем же и вот этот процесс вот сам по себе есть строительство самого себя так идет стройка каждый день пытаясь разобраться в себе и так далее а потом подводится итог надо оставаться хотя бы полчаса в день наедине со своей душой иначе ничего не получится это очень сложно сегодня по данным которые есть сегодня объем информации появляющейся в течение одного дня превосходит объем информации за сто лет который раньше был это так сделано злое начало и цера чтобы человек не остановился не встал у него тут жужжит тут звенит посмотрите люди без двумя телефонов уже почти нету а почему так произошло только по одной причине чеку не дают остаться один на один но у нас есть очень большая надежда написывает все описывают что строя бейт мигдаш царь шлома чувствовал знал по предвиде что он будет разрушен поэтому он в недрах храмовой горы создал особое хранилище где стоит ковчег здесь посоха арона здесь ман и так далее и с тех пор прошло много много лет храм был разрушен на мешкан остался нетронутым в том хранилище и значит всевышний через вот этот мешкан сохраняет с нами связь о чем здесь разговор внутри человека вот этот мешкан и даже когда человеку кажется что он все разрушил когда все погибло когда нет вообще никакого и распаха на как поле тем не менее написано что то что есть на небе есть на земле и так далее духовное и физическое связаны и есть обязательно у каждого человека как есть мире вот этот великий один храм спрятанный так есть душа каждого человека есть маленький спрятанный кусочек храма куда кусочек мешкана вот этого если докопаться до него человек поднимается и выигрывает все браха вы от слаха